Иваново успешно застраивается, констатировал зампредправительства Александр Фомин на пресс-конференции в Интерфаксе. Он рассказал журналистам о получении жилья молодыми семьями, о проблемах в домостроительстве и планах на два квартала этого года. На протяжении последних лет, если говорить о жилье, то на территории Ивановской области увеличится годовой показатель по площади вводимого жилья. И это положительно влияет на обеспеченность жителей региона жильем. По итогам 2012 года на территории Ивановской области введено в эксплуатацию 221 862 квадратных метров жилья. Это на 2,3% превышает показатель 2011 года. Как никогда актуален вопрос строительства детских дошкольных учреждений. Очередь в садике региона уже перешагнула порог в 2000. По планам властей в этом году из облбюджета 150 миллионов рублей поступит на ремонт и строительство учреждений для самых маленьких. Садик по адресу пограничный тупик 14 реконструируют. Еще три объекта построят. Детский сад Ясли на 60 мест жилой застройки на улице Акуловой в городе Иваново. 60 мест. Плановый срок ввода в эксплуатацию 14-й год. Строительство дошкольного учреждения в микрорайоне Новая Ильинка. Ну я вам уже говорил. Плановый срок ввода в 2014 году. И реконструкция здания детского дошкольного учреждения в городе Кохма. Ньюсмейкеры отчитались, что в этом году будет достроен водовод Иваново-Новаталицы. Продолжится газификация сел и деревень. Голубое топливо в августе 2013 пойдет по пяти газопроводам отдаленных районов. В этом году по нормативам федералов нужно построить и сдать в эксплуатацию 275 тысяч квадратов жилья. Местные власти с установкой не согласны. Меньший план 2012 года едва выполнили. Нам не нужно столько жилья. Все мы прекрасно понимаем, что объем вводимого жилья напрямую зависит от платежеспособного спроса населения. Та цифра, которую мы на сегодня достигли, это за 200 тысяч. Мы далеко были до 200 тысяч, но мы это сделали. И нам сегодня больше не надо. Иначе баланс вводимого жилья и платежеспособного спроса будет разрегулирован. Это не надо ни застройщикам, ни потребителям. Сейчас важно, отмечают власти, постараться поддерживать ситуацию на рынке первичного и вторичного жилья в равновесии, чтобы цены не скакали, а очереди на получение квартир уменьшались. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.